Здравствуйте, ребята! Спасибо, что зашли в гости к дедушке Саше. Сегодня я расскажу вам сказку про то, как жулик стал министром. Приснилось раз царю, что если он не пойдет воровать, не быть ему живым. Думал царь, гадал, к чему бы такой сон. Ни до чего не додумался и пошел к ворожей. А ворожей тоже сказала, что должен царь пойти воровать, если хочет живо остаться. Вечером переоделся царь в самую простую одежду и пошел на ту улицу, где были воровские притоны, куда никто вечером не осмелился ходить. На той улице и встретил царь жулика. Потолковали, познакомились и уже договариваются, кого бы обобрать. «Пойдем царя воруем», зовет царь. Он же в своих палатах все ходы-переходы и все запоры наперечет знает. «Царя», – удивился жулик, – да как закатит царю за трещину такую, что тут еле на ногах устоял. «Чего бы мы это к царю полезли, если он нас такой добрый, что нам, ворам в его царстве, жить вольготно? Пойдем лучше потрясем министра. Имею он цареву власть, всех бы нас на виселицу отправил». «Будь по-твоему, пойдем», – согласился царь. «Дело, чтобы вы знали, в субботу было. Добрались они до министрового дома. Глядят, в одном окне свет горит». Залез жулик на плече царю, смотрит в окно, слушает, о чем у министра разговор идет. «У нашего царя наследников нет», – говорит министр жене. «Помри он, некому кроме меня державой править». «Да зачем ждать, пока к нему смерть придет? Ее поторопить можно». «У меня все для этого приготовлено. А трава припасена, и лекарь подкуплен. Соберем у нас завтра гостей, позовем царя, выпьет он вина бокал, тут ему конец. А лекарь заверит, что у царя сердечный паралич». Спрыгнул жулик с царских плеч, рассказывает, так мол и так. Под конец говорит, пошли к царю, расскажем, он нас за это наградит. Условились пойти в театр, там подойти к царю и все рассказать. А чтобы друг друга опознать, жулик взял царев картуз, а царь – жуликову шапку. Пришел жулик в театр, глядь, товарищ его, которому он свою шапку дал, сидит в царской ложе. И все к нему как к царю обращаются. Перепугался жулик и давая бог ноги. Однако его поймали и доставили к царю. Ждал жулик смерти за ту оплеуху, что царю влепил. А царь приказал его одеть в придворный костюм и повез с собой к министру на ужин. Приходит, а там уже стол накрыт, чуть не ломится. Столько на нем разных вин и закусок. Первый тост за царя, говорит министр, и наливает царю бокал вина. Первый тост за хозяина дома, отвечает царь, и возвращает бокал министру. Но министр не пьет. Царь насильно заставил министра выпить отраву. Лекаря царь покарал смертью за то, что продался, а жулика он назначил министром. Тут и сказочке конец. А кто слушал, тот молодец.